Сейчас в космосе трудится на разных орбитах три российских спутника дистанционного зондирования Земли. Электро-Л, Метеор-3М и Ресурс-ДК. Это позволяет снимать поверхность Земли с разрешением от 4 километров до полуметра. Это замечательно, что с этого года в рамках Федеральной космической программы задача создания средств дистанционного зондирования Земли из космоса получили наивысший приоритет. Это просто замечательно, потому что космической информации ни в одной стране нет переизбытка, а в России все-таки ее недостаточность очень ощутимая. Особый интерес к спутнику Электро-Л. Этот новый аппарат способен ответить на извечный жизненный вопрос – брать или не брать зонтик, выходя из дома. Сегодня аппарат уже прошел летные испытания. Мы с вами наблюдаем снимок Земли, полученный с космического аппарата «Электро-Л-1». Геостационарного аппарата, который позволяет наблюдать нашу Землю каждые полчаса, имея данные о облачности, которая на нашей территории формируется, о процессах, которые здесь происходят, в атмосфере наблюдать непрерывно, постоянно, днем и ночью. Три канала обычных, как видит человеческий глаз, и семь инфракрасных тепловых, сканирующих излучение Земли, облаков, водной поверхности. Такими возможностями могут похвастаться лишь несколько иностранных метеоспутников. Когда группировка «Электро» будет состоять из трех аппаратов, России станет доступна вся кухня погоды. Так как у нас страна большая, протяженная, с востока на запад или с запада на восток, то для того, чтобы контролировать ситуацию погодную на подходах, так сказать, к Российской Федерации, планируется в ближайшие годы пополнить эту группировку спутниками сначала над Атлантическим океаном и затем над Тихим океаном. Помогает «Электро-Л» и собрать им по дистанционному зондированию Земли. Его данные используют при планировании съемок космическим аппаратом метрового разрешения «Ресурс ДК». Особенно преображается наша планета в предновогодние дни. В это время в научном центре мониторинга Земли делают снимки не только для прикладных задач, но и для души. Есть несколько съемок городов ночных. Они действительно очень интересные, очень показательные, очень красивые. Но вот что касается Москвы, нам просто везет в кавычках каждый Новый год. У нас каждый Новый год – это облачность, поэтому ничего не получается. Возможно, с помощью «Электро-Л» новогодняя фотосессия Земли пройдет успешно. И «Ресурс ДК» сделает сказочные снимки столицы России. Субтитры создавал DimaTorzok